Пэнсур 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 – это река, протекающая по Гусь-Хрустальному району Владимирской области, правый приток реки Гусь. Название этой реки довольно необычное для слуха современного человека. Но если мы посмотрим на название других притоков реки Гусь, то кое-какая закономерность будет просматриваться. Насмор, Дандур, Синтур, Пэнсур, Нинур, Чистур и другие. Очевидно, что часть Ур общая для всех небольших притоков реки Гусь. Безусловно, такое загадочное название сложно не связать с другими языками. Скорее всего, название реки нерусского происхождения. Некоторые исследователи связывают название Пэнсур с санскритским словом Памсу, который означает «пыль-песок». Эта этимология может указывать на характер дна. Ученые проводят параллель. На Украине есть река Пэнсава. Утверждается, что ее название того же происхождения. Что же касается части Ур, то она, как мы видим, повторяется во многих названиях, следовательно, должна указывать на характер объекта. Но и эту часть исследователи трактуют по-разному. Кто-то переводит ее как «широкий простор». Кто-то считает, что это формант финно-угорского происхождения, и переводится он как «озеро». Каким бы ни было происхождение этой части, думается, что она представляла собой какой-либо древний гидрографический термин, обозначающий водный объект. В Говорах Владимирской области встречается существительное «быструн» для обозначения быстрого ручья. Очевидно, что существительное «быструн» образовано от прилагательного «быстрой» путем прибавления суффикса «ун» со значением носителя признака, названного прилагательным, от которого слово образовано. Таким образом, можно предположить, что такое название «быструн» ручей получил именно из-за своего быстрого течения. Новорожденный или новорожденный? Как правильно говорить? Литературной нормой является единственный вариант – новорожденный. Все авторитетные источники указывают на то, что вариант с ударением на третий слог не является правильным. Однако правильным он не является с точки зрения строгой литературной нормы, а вот в речи все равно встречается. Некоторые словари приводят этот вариант в пару норме, сопровождая его пометой разговорная. Важно, что это не та же самая пометка, что и допустимая, поскольку последняя уже сигнализирует о появлении второго равноправного варианта, а новорожденный таковым не является. Отдельные источники отмечают, что ненормативный вариант относится к профессиональной речи, медицинской лексике. Тем не менее, этого нельзя утверждать, поскольку у слова «новорожденный» все-таки нет определенной специальной отнесенности. Его активно употребляют не только в этой среде. Будь слово специальным, в словарях его непременно обозначили бы пометой спец, да и мы не встречали бы его повсеместно, не только в больницах. Таким образом, правильное произношение слова на настоящий момент – новорожденный, ударение на четвертый слог. «Рилли» переводится с английского как «действительно», «на самом деле», «реально», «разве», «очень». Это слово не стали переводить, а, сохранив звучание, стали просто использовать в словарном значении. Синоним для «рилли» – это фраза «на самом деле» используется для того, чтобы подчеркнуть несомненность какого-то утверждения, мнения о чьей-либо внешности и так далее. Например, комментируя фото красивой подруги, можно написать «не просто красотка», а «рилли красотка». Также оно используется, когда собеседник удивлен какой-то новостью и переспрашивает своего оппонента, не послышалось ли ему. Здесь под ним будет подразумеваться фраза «ты серьезно? Ты шутишь?» Субтитры создавал DimaTorzok